Свободных вакансий 23 тысячи. В поиске работы до 11 тысяч человек. Такие цифры стабильно держатся почти два года. Сегодня в центрах занятости пытаются наладить работу с клиентами разными методами. В Краевом управлении по труду и занятости не скрывают. Острый кадровый голод наблюдается во всех сферах. Наш соискатель сегодня изменился и ищет для себя, с учетом тех предложений, которые есть на российском рынке труда, новые возможности. Стало возможным работать без включения в штат организации, как самозанятые, и пользоваться налоговыми льготами. Новшество работы опосредовано через цифровую платформу, то есть даже без привязки к территории организации. Эти форматы были бы интересны и работающим в теневом секторе экономики. Среди таких работников есть и высококвалифицированные кадры, которые могли бы рассчитывать на официальную работу с высокой зарплатой. Таких вакансий немного, но их число растет. Если в начале прошлого года, например, они были от 22 тысяч до 70 тысяч, то уже в начале 2024 года мы видим предложения, но начинаются они где-то в среднем, я говорю в среднем. Вот если брать большую группу таких предложений, от 40 тысяч до 100 тысяч, и это как бы уже норма. При этом множество компаний и предприятий согласны и доучивать новобранцев, лишь бы они остались. Еще одна тенденция – частая смена работы. Сегодня в России востребованы кадры технических профессий с дипломами о среднем образовании. Для них и сроки обучения короче, чем в высшей школе. Но предпочтение самих граждан сегодня становится камнем преткновения. Желание самореализации осложняет поиск постоянной профессии. Здесь нам необходимо как раз формировать эту новую культуру трудовых отношений в этом изменяющемся рынке труда. К 12 апреля готовят несколько проектов. Один из них – заводская проходная. Возможность узнать о компаниях, предлагающих вакансии. Посетители площадок ярмарки смогут задать вопросы о своих шансах на трудоустройство на то или иное место, а также направить работодателю свое резюме. В Барнауле региональный этап пройдет в Титов-арена и займет целых три дня – с 10 по 12 апреля. Всероссийский этап состоится 28 июня. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком.